Два года Фосагра-классе для выпускников школы номер 25 пролетели как один миг, почти со скоростью света. Кажется, вот только проходили отбор и радовались зачислению в профильный класс, а уже звенит последний звонок. Грустный и одновременно радостный. Выпускники Фосагра-класса – это младшее поколение большой семьи Фосагра. Компания вот уже семь лет реализует в школе свой образовательный проект, и результаты радуют. В Балаковском филиале АО «Апатит» уже работают шесть молодых специалистов. Выпускники профильных классов прошлых лет. Новое поколение Фосагриков в будущем укрепит инженерно-техническую силу компании. Ребята два года углубленно изучали химию, физику, математику, информатику. Впереди поступление в ведущие вузы страны. Лучшие ученики получили целевые направления от Фосагра, так что могут рассчитывать на стипендию от компании и трудоустройство на одном из ее предприятий. Неважно, какой выбор он для себя сделал, потому что это выбор его. А уговаривать его сделать, перейти куда-то, поступить в другой вуз, ну это просто ломать человека сразу же на этапе его становления нельзя. Если человек решил, наоборот, надо его поддерживать и помогать. Вот это самое главное. Тогда он добьется успехов именно там, туда, куда он собирается идти. Вот это самое главное. Компания Фосагра уже много лет шефствует над 25-й школой. За минувшие 7 лет на ее развитие направлено более 169 миллионов рублей. Одна из недавних грандиозных обнов – актовый зал «Созвездия». Это подарок школе к 20-летию компании Фосагра. «Созвездие» по праву может называться концертным и даже кинозалом. Звук здесь объемный, свет многоуровневый. Школьным творческим талантам есть где развернуться. Достаточно простора и научным умам. Для них закуплено современное оборудование в классы, а два года назад открыта полноценная исследовательская лаборатория, где ребята занимаются робототехникой, 3D-моделированием, могут разрабатывать проекты в химической и физической лабораториях. Полина Иванова идет на золотую медаль. Годы в Фосагра-классе, говорит девушка, отличный вклад в профессиональное будущее. Несмотря на то, что грустно расставаться, но эти два года незаметно прошли. Все на одном дыхании было весело, всегда интересно, но и учиться было несложно. Были друг за друга всегда, и классный руководитель, наверное, нас сплотил. И благодаря именно классному руководителю класс был дружный, и все мы были как одна команда. Кстати, есть среди фосагриков и свои семейные династии. В Блакове это Кодировы. Элина выпускается сейчас, а ее брат Ильяс уже оканчивает горный университет в Санкт-Петербурге. Парень уверенно идет на красный диплом. Сестра уже сейчас победительница многочисленных научных конференций. Мама ребят не скрывает гордости и радости. Их потом устроят на работу. Но это полезно, потому что люди выпускаются, а куда идти-то некуда. Мы даем им основу, они выучатся, потом они отработают, у них будет стаж. Ну а там как хотят. Уже будет стаж, будем уже уверены, что они смогут себя содержать, по крайней мере. Свой последний звонок выпускники посвятили космической теме. А вот настроение на празднике было вполне земное, человечное. Родители настроили смартфоны в режим видео, учителя убрали подальше ручки с красными чернилами и достали платочки. Внимание, девочки и мальчики, настало время вашего школьного вальса перед выходом в большую жизнь, считай, в открытый космос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!